Вы говорили, что никаких лекций, докладов и прочих сообщений я делать не буду, во-первых, потому что не умею, во-вторых, не знаю, о чем говорить и что было бы вам интересно, поэтому мы так говорили, я предлагаю, просто я готов ответить на ваши вопросы, я бы так сказал, на любые ваши вопросы, ну, кроме антинародных и интейных. Вы спортивный вид имеете, спортивный вид у вас. Да? Ну, так я поэтому опоздал, что занимался спортом, конечно. Но это уже интимный вопрос. Да, да. Нет, подробности. Почему так они расскажут? Ну, в театре же нужно много двигаться, на самом деле, за репетицию, то есть столько километров пробежишь из зала и на сцену и обратно. Ну, спасибо, это хорошее начало. Я понимаю, что секунды всегда надо сообразить, о чем спрашивают, поэтому я секунду можем паузу такую торжественную строить, а потом, кто первый. Мне действительно интересно с вами поговорить и вас услышать, может быть, даже более интереснее, чем вам, на меня. Поэтому для меня ваши вопросы важнее своих ответов. Не знаю, как будет для вас. Ну, давайте так, Лео Абрамович, мы поставили массу спектаклей. Над чем вы сейчас работаете и что вы хотите осуществить в ближайшем... Над чем или зачем? Нет, зачем это я догадываюсь. А вот над чем и что вы хотите осуществить в ближайшее время и чем вы нас порадуете, поскольку мы имеем возможность смотреть ваши спектакли на экране. Недавно мы смотрели «Коварство и любовь». Здесь, да. Вот, и поэтому нас интересует... Спасибо, Павлович. Интересно было это, чтобы посмотреть на экране? Для меня и для моих близких это было чрезвычайно интересно. Это было просто здорово. И я вообще очень люблю эту пьесу и видел много ее интерпретаций. И, на мой взгляд, это за мою долгую жизнь я видел долгую. Многое это было. Это очень хорошее. Я не столько, как бы сказать, качество спектакля, хотя мне это очень интересно, естественно. Мне интересна вообще сама форма такого общения со днятелем через прямую трансляцию. Она только начинает прерываться, и театр как-то только начинает к ней привыкать, потому что я всегда был общий против телесъемок, телекиновариантов спектаклей. Потому что они говорят, что самое главное – это то, что испытывает зритель непосредственно рядом с артистом. Но, с другой стороны, в последнее время нас стали уговаривать это делать. И я все время спрашиваю тех, кто это видел. Мне интересно, насколько транслируется не только смысл, но и атмосфера, энергия и так далее. И, может быть, действительно, поскольку объекты, все города невозможны, но, может быть, это важный способ как теперь верить коммуникацию. Ну, скажем, просто связи. Что касается… Да? Ведь раньше в советское время мы выросли на телеверсиях по словам, аспектакль, да? И это очень много давало пронициальному зрителю. Когда мы смотрели хорошие телеверсии, это не просто запись. Вот как вы к этому относитесь? Ну, понятно, что современное телевидение не удовлетворяет никаким требованиям нашим зрителям, да? И лучше, что мы можем узнать, вообще не смотреть телевидение. Идеально. Ну, а не так, а вот так. Как вы думаете, может быть, хотя бы как-то стимулировать канал «Культура», чтобы больше таких кино-телеверсий было? И, ну, вы вас не знаете, как-то… Ну, сейчас, мне кажется, канал «Культура» пытается довольно активно этим заниматься. Я тоже еще в более раннем детстве, чем вы, я помню очень много мальчишки ведет по телевизору, тогда, собственно, маленькому. Даже не называлось телеверсия, а называлось киноспектакль. Вот, и, конечно, тогда я не понимал, что я смотрю, что это неполноценно, и мне казалось, что это вполне то, что и есть. Наверное, это отличалось все равно от зрительского впечатления в театре, но вообще было, конечно, очень образовательно, эмоционально важно. И я считаю, я всегда был против телеверсии, потому что мне всегда кажется, что, ну, что отражение спектакля – это все-таки не сам спектакль. Но сейчас, ну, как сказать, с годами немножко умеешь или глупеешь, наоборот, и как-то вроде я стал понимать, что действительно все спектакль не покажут, все его не увидят, а то, что спектакль на телевидении важнее всего у остального телевидения, это я с вами согласен, потому что телевидение, конечно, очень опасное. И весь парадокс, то, знаете, вот интересно, как развивается жизнь и как не оправдываются наши надежды на новые открытия, на новые технологии, когда телевидение только изобрели, когда началось оно входить широко в жизнь, то сначала европейцы, потом русские, советские тогда театроведы, искусствоведы, которые занялись телевидением, писали о нем, что свершилась революция и появилось самое правдивое искусство и самая правдивая форма коммуникации, потому что вот перед этим экраном, говоря прямо, когда еще не было записи, говоря прямо зрителю, нельзя врать на шкосный конец искусства, с помощью которого невозможно врать. Представляете, прошло энное количество времени, эта технология обнаружила, что нигде так больше врать нельзя, как в телевизор. Так что вот наши надежды на технологию, они очень часто не оправдываются. Все человеческое все равно вылезает наружу. И получается, что все усиливается. Наверное, усиливается и хорошее, хотя это меньше свидетельств, но что все присущее человеку и все не лучшее технологиями, конечно, очень сильно усиливается, и поэтому технологии замечательны и опасны, точно так же, как и в искусстве. Что касается, над чем работаю, я не зря спросил, над чем или зачем, потому что вообще-то главнее всего вопрос «зачем». действительно, чем дольше живешь, тем чаще задаешься этот вопрос, хотя и в юности театральной это тоже, может быть, было самое главное. И как-то так мне повезло с учителями, для которых, мне кажется, тоже зачем было важнее всего, при том, что было очень важно и интересно, как, чтобы это было профессионально и так далее. И все-таки вот зачем есть легенда и древнеиндусская, кажется, что когда-то Бог записал смысл жизни, написал на каком-то пергаменте и зарыл его куда-то. И его из поколения в поколение ищет, 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 ищет. И, наконец, какой-то, значит, святой нашел это место, отрыл, открыл бумажку, и там написано одно слово «зачем?». Вот тут есть какой-то смысл. И надо сказать, что с одной стороны, с годами все яснее становится, зачем, а с другой стороны, с годами все туманнее становится, зачем, потому что в юности театральной как-то очень верилось, что театром можно совершить революцию в душе человека, и его перевернуть, что он выйдет совсем другим из театра. И хотелось этого переворота добиться. Ну, я вообще думаю, я до сих пор считаю, что театр имеет смысл только тогда и может называться театром, когда ты в нем оказался способен, или он дал тебе возможность испытать потрясение. Потому что меняет человека и обновляет человека, только что-то его потрясшее. Вот, когда-то в юности, я помню, мы с моими молодыми артистами вместе мечтали, чтобы так сыграть спектаку, чтобы у зрителей был инфаркт. Не просто его напугали спектаку, а просто он испытал что-то такое, с чем-то, что переворачивает жизнь. Сегодня я понимаю, что хорошо, чтобы инфарктов не было, потому что все, можно перевернуть инфаркты. А, во-вторых, понимаю, что перемены полные, по-черкому, не добиться. Но то, что человек в зале должен, это театр обязан сделать, испытать какую-то секунду хотя бы потрясения, когда обнаружили, что он способен сострадать другому, так как никогда, казалось, не сострадал в жизни. И что, оказывается, другой испытывает все то же самое, что испытывает он. Только он, я, человек, сидящий в зале, никогда в общем не знал, что еще кто-то испытывает абсолютно то же самое. Мне кажется, что вот это преодоление чувства одиночества и обнаружение, что ты способен сострадать другому, а значит, способен сострадать себе, это вот та секунда, которая делает нас человеками, которая делает нас человечными. И пусть это будет только секунда, но эта секунда человеческого, это в общем в нашей жизни довольно огромный кусок времени, потому что сколько времени, если мы будем с собой искренни, мы нечеловечны в жизни по отношению друг к другу, а самое главное, мне кажется, по отношению к себе. Умешает, да? Вот поэтому все время вопрос, зачем, он висит в воздухе, я да, определяю то, чем пытаюсь заниматься конкретно. Сейчас мы пытаемся заниматься уже второй год, два года братьями Карамазовым и Достоевского, надо сказать, что это очень интересно, очень сложно и пока ни к чему никаким результатом не привело. Но мы даже в нашем расписании театральном, мы даже в течение первого лет писали не репетиции братьев Карамазов, а изучением братьев Карамазов. Вот мне кажется, что за эти два года мы довольно сильно изучили, но пока нет того, вот чем мы могли бы совсем-совсем всерьез поделиться, что-то, что мы обнаружили нового, что еще, может быть, не знали про Достоевского, или, может быть, он сам про себя не знал. Поэтому вот мы действительно работаем на Достоевского. Будет это спектакль, получится это спектакль или нет, я до сих пор не могу сказать. И вообще, всегда, когда мы начинаем заниматься какой-то историей новой, мы всегда, ну, мы всегда друг друга предупреждаем, ну, и я, прежде всего, артистов и театр, что все может не получиться, что мы пробовали, что мы начинаем исследование. Театр для меня, и мне кажется, что это, в принципе, так это средство, способ познания, познание простанства в жизни, глубины жизни, познание себя в этой жизни, значит, погружение в жизнь, в свой собственный интеллект, душу, связь одного к другому. И иногда это исследование, поскольку мы артисты и режиссеры, то у писателей это исследование выражается в словах на бумаге, у композитора в звуках, у художника в красках. Я им всем завидую, потому что они все зависят только от себя, понимаете, а театр такая штука, что ты зависяшь от другого, от огромной компании, ты можешь все что угодно иметь представление, от любви иметь представление в голове, а в результате ничего и никому это не передаст. Поэтому это нам уже сложнейшим из искусств является кино, сказал Владимир Ильич Леев, вот сложнейшим из искусств является театр, хотя они не все так думают. Поэтому вот если что-то удается понять, то может быть удается что-то и вывести. Я иногда шучу, иногда для зрителей это обидно, но тем не менее все люк и искренне, что спектакль это в какой-то мере побочный продукт нашей жизнедеятельности. Знаете, вот мы занимаемся, что-то ищем, пытаемся что-то понять и если что-то поняли, оказывается, что этим можно поделиться, хотя это не просто поделиться, мы продолжаем вместе, мы говорим, мы даже не говорим премьер, мы говорим первая проба, мы не говорим репетицию, мы говорим проба, то есть мы пробуем. Репетиция все-таки это повторение, да, репетия французская, проба это от немецкого, все-таки пробовать, обнаруживать новое все время. Это мы говорим первая проба на зрителей. Пытаемся избегать всех этих театральных слов, потому что, ну, мы продолжаем пробовать, тоже что-то узнавать, но нам помогает круг, те, кто познает вместе с нами, увеличивается, и нам помогает что-то узнавать. Поэтому спектакли я очень хочу и люблю, когда наши спектакли живут долго, ну, потому что мне кажется, что спектакль, как хорошая книга, она должна жить, он должен жить долго, меняясь вместе со временем. Мы читаем книгу через 20 лет, обнаруживаем у нее совсем, не то, что читали, прочитали 20 лет назад, хотя вроде бы книга не изменилась, но она повернулась вместе с жизнью, и повернулся вместе с жизнью. И вот мне всегда мечталось, мечтается, чтобы так же и спектакли можно было читать годами. И действительно у нас счастье, чуть-чуть не сказать, очень много спектаклей живут долго, но вот братья и сестры, которые вы видели, или которые еще не посмотрели, тогда приедете в Питер, смотри, я надеюсь. Сколько я иногда шучу, репетирую, вот мы репетировали перед спектаклем, здесь у нас была генеральная репетиция, мы начали в 3 часа и кончили в 2 ночи, потому что обнаружили, обнаружили очень много нового, так что вы были свидетелями в определенной степени как бы сказать, вновь рожденного спектакля. Я полный артистов после завершения гастроли поздравил с премьерой, потому что мы много действительно нового обнаружили в возможностях, в тексте, в развитии наших собственных мыслей. Если этого не происходит, значит спектакль мертв, если у него нечего развивать, значит это что-то такое как бы закостенело, и что волей-неволей обречено быстро умирить. Поэтому я шучу иногда, что в 40 лет репетирую, братья, сейчас как дурак, и все время что-то новое обнаруживаешь. Это не мешает репетировать что-то совсем новое, хотя в новом обнаруживают еще труднее, чем в том, во что ты уже как-то вкопался. Вот я ничем вас не могу обрадовать, потому что занимаемся карамазовыми, а сыграем карамазовыми. Не знаем, а если не сыграем, то мы не можем сказать привезем ли. Но если сыграем, то если нас позовут, и дадутся деньги воронежские власти, воронежские спонсоры, которые надо сказать спасибо, у вас потрясающий фестиваль, но вы, наверное, сами это чувствуете, знаете, это один из крупнейших таких, так же, из крупнейших таких акций театральных. В России я, честно говоря, восхищаюсь теми, кто это организовывал, и Михаилом Бачковым, и предыдущим губернатором, при котором это у меня родилось, Гордееве, и при нынешнем, который он это продолжается. И не будет протоколов, я честно говорю, что нам всегда очень интересно встречаться с воронежским зрителем, и мы привозим сюда в общем всегда самые главные для нас не просто на сей момент, а на этот момент жизни. Вот почему-то сегодня в жизни нам важнее всего, кажется, поговорить со зрителем, встретиться на этом спектакле. Поэтому начинали, насколько я помню, еще до Платоновского фестиваля. Мы здесь играли в московский хор и первый раз играли на Платоновском фестивале, один из любимых и главных наших спектаклей «Жизнь и судьба». И я помню, как постепенно устанавливался контакт со зрителями в зале, потому что язык театр не совсем привычен, и история Дроссмана довольно, как бы сказать, слишком грандиозная по масштабу. История, как это слишком грандиозно не бывает. Было очень интересно смотреть, как этот контакт устанавливается, и как в результате, мне кажется, зал и сцены соединились. Мне кажется, что-то похожее «Мы играли в «Враг народа»» тоже для нас очень важное. Честно говоря, если у нас живет спектакль, то нет для нас неважных спектаклей, если честно говорим, это может быть одно из главных ответов на «Зачем?» потому что что-то для нас всегда что-то для нас очень важное. Мы пытаемся понять, а значит и понять, Станиславский всегда писал, понять, сколько почувствовать. Вот так вот, понять, почувствовать и этим чувством поделиться. Это я очень длинно на ваш вопрос отвечаю. Спасибо. Так что те, кто будут задавать следующее, понимаете, что это будет повод для длинных разговоров. Да? Спасибо. Хочу вам задать очень тяжелый вопрос. В нашей стране есть кучка богатых людей, маленькая-маленькая кучка, и миллионы бедных людей, может быть даже нищих, которые едят самое плохое, носят самое плохое, живут в ужасных условиях. Вот как вы воспринимаете эту ситуацию? Это вопрос театральность к режиссёрам? Или вы скажете, везде так? Все страны живут так же? Вы знаете, ну, во-первых, действительно философско-историческо-политический вопрос, я не считаю себя здесь специалистом, но размышляя, я так бы сказал, я люблю и довольно много занимаюсь историей, мне кажется, что не просто во всех странах всегда так, а мне кажется, во все времена всегда так. История история не знала моментов, когда все живут одинаково хорошо. История не знала моментов, когда нет богатых и нет бедных, когда нет очень богатых и нет очень бедных. так устроена видимо природа человека и так устроена природа общества, которое создает человек. И поэтому всю жизнь существовала мечта, что есть возможно некое устройство, при котором этого не будет, это не случится. отсюда начиная с утопии моря и так далее, и так далее, и так далее. Весь ужас в том, что когда как бы сказать борьба и всю жизнь борьба за это происходит, но каждый раз когда эта борьба входила в фазу обострения, то возникали трагедии гораздо более страшные, чем в будничном таком в будничной несправедливости. Потому что как только начиналась попытка эту утопию осуществить, начиналось такое взаимоуничтожение людей, и уже непонятно кого больше уничтожали в результате, богатых или бедные уничтожали сами себя. Ваш земляк Андрей Платонов собственно про это написал может быть сильнее всех в мире. Ну прежде всего Котлован и Черенбург конечно. При этом если вы есть самые парадоксальные и потрясающие глубинные в Платоне что он был писал о коммунизме и попытках родить коммунизм, озаболевать коммунизм, постройки он был истовым коммунистом. и он не писал книг о том как это плохо он искренне писал о том как это происходит и как то что заканчивалось тем чем заканчивается вот поскольку он был талантливый писатель гей бог гениальный писатель то правда говорила о том о чем она говорила поэтому человеческое существование вообще трагично и собственно искусство все время об этом говорит трагично сейчас испорчу всем настроение как так то солнечный день но трагично уже потому что мы рождаемся зная что в какой момент мы рождаемся чтобы умереть понимаете и мы конечно не думаем об этом каждый день но подсознательно что-то с нами происходит подсознательно волей-неволей мы об этом думаем подсознательно поэтому с одной стороны хотим вырвать у жизни все что возможно и кому что удается вырвать с другой стороны мы иногда думаем о том что мы все равно уйдем зачем же так много вырывать эти это все как бы сказать чередуется у кого-то перемешивается у кого-то только так у кого-то только так иногда нам кажется что но если все равно люди смертные то надо их и уничтожать во имя чего-то лучшее чем больше уничтожишь тем возникает понятное справедливая война и то есть забываем что уничтожение да человек все равно смертен но именно поэтому каждая секунда его жизни имеет абсолютно неоценимую цену поэтому каждый человек это будем верить божье создание каждой минуты жизни которого стоит больше всех достижений больше каких-либо достижений на свете понимаете мы часто говорим у меня молодой какой-то журналист журналист как нового современного воспитания как вам кажется в России много самопожертвования или все-таки не хватает самопожертвования но вот я сказал что мне кажется у нас все время только занимаются самопожертвованием а мне кажется она не очень поняла ответ. Мне кажется, что, в принципе, Брехт замечает, когда-то сказала, несчастно, та сторона, которая нуждается в героях. Самопожертвование вещь опасное и необязательное вообще-то, потому что мы должны друг друга беречь, и мы имеем право и обязаны беречь себя, потому что если не бережешь себя, то, значит, точно не бережешь других. А если уж ты не бережешь других, то, значит, ты на самом деле не уважаешь себе тот человечество, уважаешь себе свою власть, свою особенность, еще что-то, но то, что ты просто человек, ты перестаешь помнить. Поэтому вот такой пессимистический ответ. Мне кажется, что другое дело, что в истории все-таки эволюция дает какое-то развитие. Это происходит очень трудно, очень медленно, если мы спросим в любой европейской стране, то нам скажут, что все жутко несправедливо. Там есть кучка очень богатых, остальные живут плохо и так далее, и так далее, и так далее. Но если присмотреться, то увидишь, что, как бы сказать, бедностью считается немножко то, что в других странах, и отчасти у нас, считается, как бы сказать, средним прожиточным минимумом, и так далее, и так далее, и так далее. Человек всегда будет считать, что он живет хуже другого. И всегда, сейчас вот «Желтые жилеты», вы знаете, наверное, всю эту историю во Франции, и если наткнуться на телесюжет, какой-то казачий разгар был, какой-то профессор колледжа его снимает, очень такой типичный француз, пожилой, хорошо одетый, идет, ну, так, взрослый одетый, да, скажем. Идет, говорит, что вот он тоже идет на протесты, нельзя с этими рицами, нельзя мириться с такой несправедливостью, какой я в жизни, подходит довольно хорошему «Мерседесу», вынимает из него «Желтый жилет», надевает на себя, садится за руль «Мерседеса», гейдет на демонстрацию протестов. Знаете, я думаю, что с точки зрения французов нет в этом никакого парадокса. А я, конечно, немножко смотрю с интересом, представляю себе так вот демонстрацию «Мерседеса», протестующих в очень несправедливой жизни. Ну, это, конечно, не совсем так, есть ли совсем бедный этап. Но какое-то развитие все-таки существует, а скажем, в скандинавских странах мы знаем, даже идеи социализма приобрели в совсем другой облик, чем у нас. Правда, вот так я иногда думаю, может быть, революция, которая поглотила сотни миллионов жизней и которая изуродовала надолго историю России, и, я думаю, генетический код русского народа, превратив его в советский народ. Это все очень разные вещи. Она в какой-то мере подсказала миру, что надо двигаться в более справедливом направлении, иначе получишь то, что получилось. И в этом смысле, я думаю, что наша страна дала в каком-то мере пример другим странам, если понятно, пример от обратного, и пример огромной, ценой огромных потерь, понимаете. может быть, того развития, которое случилось в Европе, а случилось не только в Европе, может быть, и не было бы, если бы не было бы, если бы люди не видели, какой ужас, если не делаются хоть какие-то попытки эту несправедливость чуть-чуть сглаживать. Но я повторяю, я долго говорю, просто интересная тема, но повторяю, чуть-чуть, потому что ведь уровень жизни все равно улучшается. Знаете, вот я смотрю Воронеж и думаю, неужели же это тот город, в который был сослан Мандельштам, в котором он умирал с голоду, и о котором он писал как о самом страшном мире месте. Невозможно себе представить. Вдруг я вспомнил, что я сам был в начале 70-х годов в Воронеже какой-то театральный семинар был. И я просто давно не вспоминал этого, потому что это совсем другой город. Я помню, в Маленькую улицу сохранилось какое-то количество купеческих особняков, и вот они были обидшалые такие, но вот это вот самое ценное. И я помню, я извините, я помню, это было зимой, по каким-то улицам, которые шли вниз, я скатывался на льду, как на горке, а рядом детишки на заднице, на санках скатывались. Я думаю, сегодня такого, мне не найти места, где легко можно на улицу скатиться, как на горке. Понимаете, значит, все равно прогресс существует, никуда не деться. Только, как сказать, облегчает ли он жизнь человека? Он меняет жизнь человека. А насколько облегчает, это большой вопрос. Думаем, что вообще, в принципе, это совсем печально, в принципе, ничего не меняется. Просто вот так развивается. Потому что тоже существовала гостиница обкома парки, в которой нас тогда поселили, и все были очень горды. Но это отличается от сегодняшней пятизвездной гостиницы. И не потому, что разница была меньше, просто уровень низоты был другой. Поэтому уровень богатства оказался другой. Извините, это не театральный вопрос, но, в другой сон, это то, о чем все время думаешь, читая великую литературу, большую литературу. А поскольку мы занимаемся только большой литературой, волей-волей думаешь, конечно, и об этом. И вообще проблема грязни прежде всего. Вот девушки и потом... Да, да, конечно. Может, не тянет микрофон? А я громко... А, нет, чтобы вас услышали другие, я услышал. Дело в том, что вот это различие между узкой элитой и широкими демократическими массами, как вы смотрите это в приложении к искусству? А искусство анисократично или демократично? Потому что есть закон, вы знаете, в американской социологии, культуры, закон малинового джейма, чем дальше размахочную культуру, тем тоньше ее услуги. Вот все-таки вы ориентированы на аристократического зрителя, вы понимаете в каком смысле с высоким уровнем культуры, или на демократичного, который не знает куда кто-то стоит, где он приходит первый раз на образе к роману, вам и ничего не понимать. Или вы должны объяснить все? Я понимаю. Вы знаете, а мы так и на комиксах и так далее. Я понимаю вопрос. Вы знаете, я думаю, что искусство, вещь по происхождению с одной стороны литарна, потому что это всегда, его всегда рождают какие-то исключительные создания общества. С другой стороны, искусство вещь абсолютно демократическое и народное, потому что все равно все начиналось с искусства, которое создавал сам народ. Никогда я говорю, что театр вечен, потому что он состоял из того, что какой-то человек встал на задние ноги, он тут же, идя на охоту, сыграл эту охоту. Удачную охоту он сыграл обязательно, чтобы охота в жизни потом была удачной. Когда он приходил с неудачной охотой, он снова играл в удачную охоту, чтобы компенсировать чувство потери. то есть это абсолютно то, что происходит сегодня в театре. Поэтому это демократическое начало. Поэтому мне кажется, что рождают лучшее рождают для всех. Другое дело, что это не сразу для всех доходы. я уверен, что каждый способен воспринять все на своем уровне. На первый раз, на втором на другом уровне. Единственное, как бы сказать, как стараться ему это передать? способом комикса, то есть способом доведения до некого демократической простоты или сохраняя абсолютно элитарную непростоту. Вот я уверен, что сохраняя абсолютно я не знаю, понятно ли я говорю, элитарную непростоту, продолжая ей, как бы сказать, только ею заниматься, обязательно люди будут все больше и больше эту непростоту понимать, ею проникаться, потому что на самом деле это непростота, это непростота про человеческую непростоту. А каждый про себя знает, что такое человеческая непростота. Каждый знает. Поэтому, как говорят о публике дура или как это пикл сейчас хавает и так далее, и так далее, и так далее, это вот слава, которые я не употребляю, но я слышу в воздухе, я думаю, что те, кто говорят публику, это просто дураки, потому что каждый же верит на себя, понимаете, если я считаю, что другой не способен это понять, потому что я сам понимаю, что я не могу это понять, а если я как-то это понимаю, но почему-то не может понять другой, он может этого не понимать, потому что ему не дали возможности это понять, иногда не заставили это понять, не потолкнули к тому, что это понять, мы играем наши самые, я вообще пессимист по натуре, а сейчас может говорю оптимистично, но мы играем наши спектакли в самых разных аудиториях, от Новой Зеландии до всяких других краев, мы играем по всей России, Воронеж еще огромный город по сравнению с некоторыми городами, где мы играли, иногда маленькие, я люблю очень иногда приезжать в совсем маленькие города, где даже нет профессиональных театров, и мы находим дворец культуры какой-нибудь, мы делаем все, чтобы мой спектакль шел, мы привозим несколько фур электротехники и так далее, чтобы спектакль шел абсолютно в том качестве, в каком он идет, условно говоря, в Париже, и обнаруживается, что самый сложный спектакль, вот тоже жизнь и судьбу мы играли в таких что-то в столице и городах, не далеко от вас в Курской области, мы очень мгновались, потому что и столичный зритель не сразу все принимал и понимал, я даже иногда выступал с предисловием перед спектаклем, и я обреживал все эти города вместе, вместе с артистами, нет, да, сначала чувствуется, что что-то, не привыклись мы на эту тему говорим, не привыкли, что, как часто в начале это слово еврей, 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 в русском по такому подсознании еще в советских временах может какое полузапретное слово, то ли оскорбляем, что-ли, еще что-то, а потом еще что-то, потом о науке говорят, а потом все, все начинают понимать и все начинают понимать и узнавать что-то про свою историю, потом, когда разговариваешь с людьми, они говорят, а у меня дедушка, у меня бабушка, а я это, а сейчас очень похожи, и так далее, и так далее, и так далее. я убежден, когда я там путешествую по миру, неважно, а в России, в Европе, и в Америке, я стараюсь всех, кого встречаю, непофессиональных людей, приглашать на спектакль. Но это не такой большой круг, с кем я встречаюсь, кроме непофессиональных людей, я не знаю, шоферы такси, горничные, гостиницы, официанты, рестораны, но круг небольшой, естественно, на завод я, к сожалению, не хожу, и за врача нами не встречаюсь. Я прошу иногда свозить меня там в деревню, на ферму, мне интересно, как я проживу, тоже приглашаю. И мне всегда ферма говорит, я в театр не хожу, я в театр не хожу. Во-первых, это на Западе считают достаточно элитным тоже делом. Ну, сходили, посмотрели, да нет, я не хожу, и тогда я вас бесплатно приглашаю, вам не пишут инвекэйшн, бесплатно инвекэйшн, не билеты. Вот это безотказно действует, потому что особенно на Западе не воспользоваться бесплатной возможностью, это вот действительно грех. В России часто наоборот, если бесплатно, значит, можно это не смотреть. Если дешевые билеты, ничего хорошего тебе за них не покажут. Там немножко по-другому. И вот потом мы встречаемся с этими людьми, я помню, шофер такси, которого мы позвали, на следующий день мы вышли, он стоит у театра целый час, пока там кончится спектакль, то есть после того, как кончится спектакль, ему хочется поговорить. в Сан-Диего с праздовцом молодым мы познакомились с таким. Он пришел на спектакль с мамой и потом они пришли к нам в гости. Они видели братья и сестры, кстати. Они впервые узнали, что такое театр и что можно испытать на театре и так далее. У нас есть такой небольшой город, городок, по сути, рядом с Петербургом, 180 километров от Петербурга, Кельше, там большой нефтеперерабатывающий комбинат, теперь эта часть сургут нефтегаза, там всего 30 тысяч наверно на народу, но так у нас давно завязались связи, мы считаем, что у нас даже там филиалы, они построили хорошее очень театральное здание и мы там играем все наши премьеры, регулярно каждый год мы играем все премьеры. Так вот, опять длинный рассказ, мы использовалась машина у нас в театре, приехала, прислали за нами с женой машину из этого самого Кейкерич метр-синтеза, хорошая машина, лучшая машина, чем у театра, молодой шофьер, везет, поскольку долго мы не верим, мы что-то разговариваем, я говорю, пригласите завтра на спектакль, какой спектакль, дядя Ваня Чехова, ну, знаете, я Чехова не читал, я в театр вообще не хожу, неловко, ну, в общем, как-то я, а вдруг вам будет интересно, то-то, а потом не говорит администратор, он пришел с мамой, это мне тоже всегда очень, очень нравится, очень трогательно, и на следующий день, мы возвращаемся домой, он тоже нас везет, и я спрашиваю, ну, как спектакль, да, интересно очень, ну, а что интересно, ну, я не знаю, не имею про спектакль, я говорю, ну, интересно, понравилось, попробуйте, ну, что-то вытаскиваю, и вдруг он говорит, потрясающую меня мысль, которую с тех пор я пытаюсь иногда произносить как свою, а, он говорит, понимаете, там, в спектакле, в пьесе, да, есть такие моменты, когда каждый герой как бы остается один, и что-то рассказывает о себе, как-то, что-то, переживает про себя, да, я не знаю, как это называется, как это называется, исповедь, вот, исповедь, только как бы исповедуется, я говорю, и вы знаете, и в эти моменты он говорит все то, о чем я думаю, и что я испытываю, и я вдруг понял, что я не одинок, что, я-то стесняюсь про это рассказывают другие, я думаю, что это только я, это мое уродство, а на самом деле, оказывается, это и другие, чувствуют, оказывается, это не стыдно это испытывать, и вот я подумал, что вот этот молодой шофер идеально на демократическом языке сформулировал суть и смысл театра, поэтому мне кажется, что разговаривать надо прежде всего с самим собой, и тогда ты можешь разговаривать со всеми, и если ты что-то, ты пишешь музыку, и ставишь спектакль, то надо ставить его так, чтобы это было интересно тебе, когда меня спрашивают, почему там выбираете, то не выбираешь, а оно тебя выбирает, мне это интересно, и кто-то, вы мне не говорили, что другим это будет неинтересно, я в это не верю, потому что я знаю, что если интересно, искренне мне, то хотя бы еще несколько человек найдется, кому это интересно, а если я делаю то, что неинтересно мне, но что должно быть вроде интересно, как говорят, для публики, то ты рискуешь делать то, что никому неинтересно, даже тебе, поэтому вот такой длинный вопрос, но довольно сложный, длинный ответ на довольно сложный вопрос. У меня вопрос, наверное, волнующий каждого студента театрального вуза, скажите, пожалуйста, как вы часто набираете себя актером в группу, на чем основываетесь при выборе актера, и может быть, вы можете какой-то дать совет студентам, при пробах? Я могу, но я боюсь, что это вопрос как-то асилитарный, как раз. Ну, поэтому коротко, во все долгие годы я параллельно театр руководил курсами, и в основном театр наш состоит из моих учеников самых разных поколений. Первый выпуск, первый набор 67-го года есть у нас артисты, которые замечательные, кстати. и дальше там раз в 10 лет я один выпуск какой-то выпускал, поэтому в основном ученики одно время мы просто почти практически со стороны не брали артиста, потому что с теми, с кем начинаешь, ну, как бы, то впитывает твое понимание или наше понимание театра, ну, с молоком матери, с первыми словами, которые они узнают о театре. Хотя приходят уже тоже с огромным количеством предрассудов, но их легче как-то развеют. Сейчас так получилось, я в последние годы не веду курсы по разным таким техническим обстоятельствам, в общем, и мы организовали такую систему стажерства. в театре мы осматриваем каждый год, последние годы, всех, кто хочет нам показаться, окончивших все институты театральной России, снижаются со всех сторон, иногда это доходит до двухсот человек, и в несколько туров мы их так как-то осматриваем, и в общем результате иногда двух-трех, мы предлагаем поступить в театр, сотрудничать с театром в качестве стажера, то есть два года они немножко играют, входят как-то в театр, но при этом они продолжают учиться, так сказать, образование после высшего образования, потому что меня немножко я такой нескромный, но меня очень не удовлетворяет, меня вообще не удовлетворяет и уровень образования среднего, вот может быть такой уровень образования начального, особенно дошкольного, когда я смотрю, каким количеством вещей занимаются дети дошколы, понимаете, из фигурного катания, варфу, зарфу, еще что-то, вот это мощное воспитание, читатели имеют стихи, знают, а потом как будто бы в школе их начинают, с них что-то начинают заглотывать, загландывать от слова глотать, так вот, и театральное образование тоже, честно говоря, меня сильно расстраивает, мне кажется, что какую-то огромную платформу культуры как-то начинает уходить, из-под ног уходить, студенты столького не знают и столького не умеют, и вот эти два года, они с девяти, по сути, до двенадцати, с девяти утра до двенадцати ночи проводят в театре, потому что первая половина дня это занятия, занятия, сценическая речь, танец, вокал, оркестр, и ряд общообразователей, но даже не предметов, а разговоров, обязательно прочитанных книг и так далее, и с одним мы расстаемся через год, с другими мы расстаемся через два года, и, надо сказать, ни с кем не раздаемся в ссоре, потому что людям кажется, что они все-таки чувствуют, что они все-таки что-то приобрели, и ими всерьез занимались, а с кем-то, с единицами, остаемся надолго, и вот сейчас уже есть несколько очень новолюбимых, очень важных для труппы артистов, которые вот пришли в театр и делились таким образом, но это надо иметь, вообще, чтобы в театре выросли, надо иметь огромное терпение, все сегодняшние все слухи о том, что вот в один день проснулся знаменитым, может, благодаря кино и телевидению ты можешь проснуться знаменитым, но ты рискуешь на следующий день проснуться никому неизвестным, понимаете, все очень быстро проходит, если это не накоплено, не накоплено, если хотите, не быстро, хотя, конечно, сегодня, но сегодня есть параллельное же, искусство называется и то, что искусство, и то, что не искусство, понимаете, поэтому путаются, и артистом называются тот, кто артист, и тот, кто не артист, ну, как бы сказать, условно говоря, развлекатель, тоже называется артистом, а это достаточно разные профессии до революции, в России, сочетало понятие писатель и литератор, вот, писателями себя практически никто никогда сам не называл, а общество кого-то называло писателя, а многих писателями не называло, литератор и литератор, а чаще писатель ты или литератор определяет вообще историю, спустя какое-то время, у нас сегодня не только в России, вообще в обществе потребление, скажем так, раньше я не очень понимал, что такое, а теперь как-то стал лучше понимать, я для себя выдал такую экономическую формулу вопросу, что всегда считается, что спрос рождает предложение, да, известный рыночный вроде закон, я постоянно думаю, что предложение все время рождает спрос, то есть так много предложений, которые тебе навязываются и объясняют, что без этого предложения нельзя, 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 возникает спрос на то, что тебе абсолютно не надо, в том числе и в области, так сказать, культуры. Вот потеря иерархии это такая опасная очень вещь, но она происходит повсеместно и в этом смысле демократия замечательная вещь, вернее тяжелая вещь, как сказал Черчилль, отвратительная вещь, но лучше просто не придумана. Она, конечно, тоже иногда как бы сказать, в такой мере иерархию разрушает, что тебе кажется, если ты имеешь право голоса такого, политического, то ты имеешь право того же самого равного голоса во всем остальном. А это не совсем так, потому что есть очень многое, в чем твое право голоса, еще очень маленькое, ты должен еще очень многое понять, узнать, провести огромную внутреннюю работу, чтобы приобрести равное право голоса. А чем больше ты производишь эту внутреннюю работу, и чем больше ты узнаешь, тем больше ты понимаешь, что твое право голоса очень небольшое. Понимаете, вот я для себя всегда останавливаю, я смотрю какой-то спектакль, мне он там, ну, не нравится, скажем, не близок, ну, иногда даже не нравится. Я себя всегда останавливаю выносить, перед тем, как выносить вердикт, что, а может быть, я не понимаю, а может быть, я еще не дорос, и я уже перерос. Знаете, пройдет какое-то время, и время скажет вместо меня, нам всем имело это смысл или не имело, потому что я имею право и могу не понимать того смысла, который где-то вырастает рядом, или который был для меня. Это очень важная составляющая человеческого ума. Вот это я попытался сделать ответ не только профессионально. А так приезжайте, посмотрим. Но это очень трудная история и очень маленький процент. Но главное только одно много работы. Да? Огромная вам благодарность. Огромная вам благодарность. Соберя, за морковный порт, за роган, ваших высших вас церковных дамы. Ну, конечно, за дамы. Ну, конечно, за просим. Спасибо. Спасибо. И главный вопрос. Зачем? Зачем вам в 15-м году понадобилась новая реакция? Рождествен аппетита. Вы знаете, на любой вопрос отвечает, все равно отвечаешь задним числом. То есть, вроде ты сегодня что-то понимаешь, сформулировал, вроде ты и тогда это понимал. На самом деле все сомнительно. На самом деле очень многое делается интуитивно, делается в силу чувств и не всегда этому сопутствует такое интеллектуальное, рациональное объяснение. Но мы не смогли перестали играть наш главный для нас спектакль, братья и сестры, который жил 25 лет, по сути в примерном составе. Ну, кроме тех, кто физически уходил из жизни. К сожалению, спектакль оказался более жизнеспособен, чем некоторые очень талантливые участники. Но в какой-то момент мы уже поняли, что это сложно, даже физически сложно. Артистам талантливым это замечательно брал в первом моменте. И больше он просто отлежался с уголами на диване, на трактах. Мы понимаем, что это уже невозможно. И в это время несколько лет нас не шел этот спектакль. И я стал чувствовать, что задыхаюсь, потому что наш театр родился на основе Аврамова, братьев и сестер, дома. Спектакль, который мне жалко, что его сегодня нельзя показывать. И что наш театр без братьев и сестер, это какой-то уже не наш театр. Я не могу прийти в зал и увидеть, что артисты его не играют. и мне пришла довольно безумная мысль, когда я поделился, потому что многие скептически очень понеслись к этому сделать, попробовать сделать новый вариант спектаклей. в случае с Весневым садом, 25 лет назад мы играли в Весневый сад, очень любимый спектакль, но прошли какие-то годы, и я совсем по-другому стал понимать историю. Мы родили совсем другой спектакль, не имеющий ничего общего с тем. А тут у меня не было совсем новых ощущений, поэтому не было потребности подсозанного сочинения. И в то же время я понимал, что нельзя сделать копию, потому что копия будет мертва. И вот я собрал молодых, и для театра очень важно следующее поколение, молодая компания. Какая она будет, зависит, какой будет театр, ну, и какой будет театр не только наш, но и вообще театр. Я собрал и сказал, знаете, у нас вот есть такая задача родить спектакль заново. Это физиологически, как известно, практически невозможно. Родить заново то, что рождено, довольно сложно. Не уберешь же обратно, не снова рожден. Поэтому физиологически невозможно. А вы давайте попробуем. И соответственно, все ребята, конечно, видели те братья и сестры, были не с ним вины, и это очень было важно. Не просто влюбление, это было для них чем-то очень важным в жизни. И сама задача их восстановила. В этом мы начали процесс не со спектакля, а опять с книги. То есть мы попробовали в более жартое время, в более жартое сроки пройти снова весь процесс. Книги, проп сцен, изучение истории опять поехала вся молодая компания Веркала Абрамовская. Она уже совсем другая. Это Веркала Сергея Абрамовна. И даже когда мы были там в 70-х годах, тоже совсем другая. И все-таки какая-то эмоциональная среда сохраняется. Они улюбились в эту деревню, в эту людей, подружились. Было выкидто вместе немало, особенно в этот период, когда меня там не было. Поэтому все как-то души друг к другу поняли. И потом заново репетировали в результате новых проб, приходя к той же форме, которая уже существовала. Но смыслы часто, если было бы возможно посмотреть одновременно тот, а затем этот спектакль, вы видели, что он на самом деле внутренне имеет очень много различий. И это связано с тем, что ясно многое понимаете. Но не по-другому, но несколько лучше. Очень много чего с нами случилось за это время. И этот другой спектакль. Вообще мы играли этот спектакль еще первый вариант в начале в конце 1984-го, а там почти годы мы не выпускали в свет. Советская власть была не выпускали, выпуская, не разрешали. в общем сложный процесс такой борьбы, дипломатии, еще чего-то. Есть быть откровенными, потому что я никогда в жизни не пил с той заработки, сколько в те полгода. Потому что с каждым начальником после того, он смотрит спектакль, чтобы как-то говорить по-душам, надо было выпить. Это не означало, что он после этого подписчет разрешение, но как-то по-крайней не подписывал запрещение. Это интересно. Сейчас попоминать интересно. Тогда на это ушло много сил. так вот, мы собираем премьеру в марте 1885 года 9 марта, если я не ошибаюсь, 8-9 марта был такой праздник после спектакля довольно долго, где-то в 5-6 утра мы станем в доме Лиску замечательно играла. А мы возвращались домой и вдруг видим вершую травмные флаги. А тогда все время и они говорят, опять у них кто-то умер. А тогда все время менялись демсеки, стало такое полуанекдотическое апрель вверх на Лафетру. А так вот, опять кто-то умер. Оказалось, что сегодня очень сложно узнать такую фамилию умер Черненко в первой сети по лидеру коммунистической партии и на следующий день был избран генерал-мисталин Горбачев. Так что вот я иногда думаю, что благодаря нашему спектаклю родилась перестройка. Значит, кто-то может нас спектакль проклинать в связи с этим, кто-то может к нему относиться хорошо. Это сегодня как известно вопрос сложный и многих разделяющий. Но так как исторически случилось, а потом мы это было практически посовременность. Потом мы стали жить, это стало уже как бы про историю. А потом мы стали жить и вдруг мы играем, как заканчивается афганская компания и военная, да, и снова вопрос вернувшихся и не вернувшихся с фронта вдруг становится снова абсолютно сегодняшним. Я слышу реакции в зале про то, что у меня тоже не вернулся. Потом мы играем в начале девяностых, когда говорят поесть бы хлеба ржаного, то вдруг мы играем в период голода. Просто, ну, практически реально, когда мы выросли и брать весы спектакля в девяностых девяностых первом году, спектакля в восемь часов, идет тоже недавнее время шел жив в нашем театре, то в восемь часов зрители приходили, работали в уфетном, там было очень мало чего и очень дорого, и зрители приходили с такими кастрюльками обернутыми в газету и в перерыве там в угол каста и там была картошка вареная, они вот эту вареную картошку едут, так что действительно наиграли во времена голубых, и так мы как-то решили, что мы вместе с этим спектаклем прошли еще целый цикл историй, а сегодня снова переживаем определенный цикл истории, который и новый метод истории, и, я думаю, и мировой, и европейской, и русской, и опять это наводят размышления большие, поэтому очень много внутренних и внутренних связей изменилось, но и потом снова играют совсем молодые люди, поэтому вот так почти интуитивно это чувственное мысль возникло, но сегодня я очень рад, что мы это сделали, и, честно говоря, редко так, я глава тем, что мы это сделали, и театр с нашим молодой компанией, мне кажется, это и помогает жить, и что-то в ее жизни определило, независимо от того, будут они в нашем театре и работать, будут, вообще, кто-то может что-то загадывать, как что-нибудь, но что-то в их жизни что-то определило и изменило, и куда-то направило, я уже убеждал, а это может быть тоже одно из самых важных вещей, потому что театр не только созидает вокруг людей, него, опять длинный ответ, но правда на непростую вопрос. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как возьмётесь вот этим сновидением? Микрофор, может быть, да? Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к современным тенденциям в театре, когда ручется астрология табу, ручется астрология табу, вот уже сейчас речь со сцены звучит, как сказать, обнажёнка, говорили до того, что уже режиссёр не нужен в театре, что он уже не нужен, это всё изжалом. Да, я такого не исключаю. Не слышал? Уже есть. Я не нужен в театре, я не нужен. Это первый вопрос, к какому ваше отношение вот к этому. И второй вопрос, вот вы сказали о том, что действительно образование сейчас как бы оставляет желать лучшего. Образование оставляет желать лучшего. То есть уровень выпускников сейчас гораздо ниже, чем был в каждом представителе выпускников. Знаете, да? И вот он говорил о том, что ему приходится на один спектакль, который ему действительно интересен, вот как вы говорите, действительно спектакль интересен. Ему приходится делать несколько спектаклей, которые дают кассу, то есть на которые идёт народ. Он должен беспокоиться о кассе. И которые как бы сегодняшний день он бы не ставил, если бы не это как-то. Понимаете? То есть если вдруг приходится государственная поддержка театра. Я не говорю о Москве, Петербурге, потому что там огромное количество, это огромное мегаполит, где всегда найдётся зритель. Правильно? Но я имею в виду вот какие театры. Спасибо. Все послушали за вопрос. Галерка задаёт очень мало вопросов. это опасно в факторах. Начинаешь волноваться. Вы знаете, очень трудно всегда сказать, как ты относишься к тому, что называют новацией, потому что, во-первых, очень часто называют новацией то, что новацией на самом деле не является. Очень часто силу в том числе и малого образования, и знания прошлого, и долгого считания железного занавеса между Россией и Европой. Очень часто у нас пишут о чём-то сугубо новом, о том, что родилось уже, скажем, на Западе очень давно и отживая своё время. Тут разговаривал с корреспондентом. Есть такое понятие спектакль «брагилка», знаете, когда из комнаты в комнату переходят сразу. Я такую первую спектакль видел в 87-м году в Каракасе Венесуэе. Там был большой театральный фестиваль. Сот лет уже прошло, даже опасно считать, а сегодня считают про это как про что-то новое. Поэтому тут сложно вообще понять, что есть новация, а что на самом деле есть повторение давно пройденного где-то кем-то и отведенного в сторону что-то осталось. И ещё в каждом месте это приходит в своё время. Одно время пришло в Москве, в Екатеринбурге пришло несколько позже, в Москве уже вроде уже хватит, а там я не знаю, ну, не будем называть города подлинные, но в каком-то Энске только начинается поэтому сложно. Никогда, я всё говорю, никогда не говори никогда, то есть никогда не говори, что это абсолютно невозможно, это абсолютно плохо, это не происходит. Я ещё говорю, мне это можно не надо, мне очень многое из того, что происходит в сегодняшнем театре и в России, и в мире не близко, я бы так сказал, не близко, абсолютно не близко. Как бы, мне интересен другой театр, который в сегодня в мире гораздо меньше стал. Я вот так себя называю театр для людей, театр для людей, театр для людей. Но это ничего не значит, но так, мне кажется, а может быть, то, что мне не близко как-то потом перерастет и в театрах для людей. что касается, поэтому, конечно, как бы сказать, надо терпеть, надо терпеть с одной стороны, надо не бояться внутренней, пытаться объяснить, что это они, зачем они, гады, это придумали. Как я и наносилю, тут нет, что же они имели в виду, не только, но почему-то им хочется так, значит, вокруг такая атмосфера, да, вокруг везде рэп, поэтому ходят все други в театре, ну пусть позакончится, потом поймут, надо это или не надо. Вообще, важно ли, нужно ли в театре то, что вокруг, или в театре должно быть что-то совсем особенное, имеящее отношение к тому, кто вокруг, но совсем, на самом деле, другое. Это очень простой вопрос, и молодым на него отвечать часто бывает очень трудно, потому что хочется быть, как сегодня говорят, в тренде, в волне, и так далее, и так далее, и так далее. Что касается табу, то это тоже вопрос такой очень относительный, искусство всю жизнь нарушало табу. Вот сегодня мы там не много не знаем историю, но, скажем, там Мадам Баварин, многие, я думаю, читали, да, это великое произведение. Флабера в свое время было подвергнуто суду, официальному суду, за нарушение всех нравственных норм и за развращение читающей публики. Понимаете, это сегодня абсолютно безобидное произведение. поэтому мера табу все время искусство существует, оно все время отвоевывает какие-то вроде бы неизведанные территории и часто запретные территории. Поэтому новое искусство искусство и все, как бы сказать, Достоевского почти все книги воспринимали в штыки. Бесы проклинали все, и левые, и правые. Одни называли это кредитой на святую Россию, другие называли это кредитой на демократическую Россию. А никто не понял, что это великое пророчество и что мы это с вами все пережили и не исключено, что снова и снова будем переживать. Было времена Чехова современник писатель Бабарутов. Сегодня пять лет кто-нибудь знает эту фамилию. Его книги издавались тиражами в десятки раз больше, чем Достоевский. Достоевский там десять тысяч, а тут сто тысяч. Сто тысяч для тогдашней России это было очень много. Сегодня мы не знаем кто такой Бабарутин, но зато читаем достоевство. Правда тоже не все и тоже это признают. Поэтому табу должно нарушаться. Понимаете? А вопрос насколько оно осмысленно нарушается, насколько это необходимо и насколько это помогает погрузиться в содержание, испытать какие-то чувства. Я сам в общем как бы нарушитель многих табу. У нас в театре Ярд Грешин у нас в театре впервые разделись сначала мужчины в спектакле братья и сестры в бане если вы видели. И вы не представляете сколько мук с этой сцены пришлось перетерпеть не со зрителем а с начальством. И что они мне только не говорили об этом о некоторых мужских свойствах и так далее и так далее они каким-то образом разглядывали то, что я никак не мог разглядеть очень подробно разглядывали кто-то я хорошо посмотрю завтра в следующий раз в первом ряду зачем обязательно в первом ряду я посмотрю так вот такую табу мы нарушили у нас в театре первый раз обнажили здесь женщин в спектакле пьесы без названия подчеркнул потом звезды на утреннюю верю и мне кажется тоже были своего рода проблемы но мне кажется это было прекрасно потому что замечательную артрису играли потому что она была абсолютно чисто во внутреннем каким-то намерен и потому что человеческое тело для меня прекрасное одно из самых прекрасных созданий божьих созданий мы просто почему-то при любви его стесняться а оно замечательное по-своему вопрос только опять для продажи для вызывания просто специфического интереса но мы всегда можем отличить сексуальную нервную эксплуатацию и просто художественную художественную эротику которая необходима составляющая часть искусства нет искусства элизаротики поэтому все все очень непросто вот в жизни судьберстве вы помните там есть момент когда Женя да а она так сказать обнажается и кто-то и зрители меня я даже не помню в городе Красноярск я спросил а вот а вот это ничего что вот она обнажается а вам это помешало нет ну как-то вот я думаю а можно ли где-то и мы же вам все зачем об этом думать еще же есть комплекс предосудов другое дело что очень часто как и все используется ну в рыночных цепях другого другого нет а это есть но вот отделить одно от другого и сейчас это бывает сложно на самом деле так же как я как-то сказал что нет я готов слышать макса и поднялась буря меня стали так ругать в Санкт-Петербурге а я готов слышать это же грешен у нас спектакли когда устрофов может быть у них из первых прозвучали некоторые матерные словосочетания правда потом мы от них отказались но они были нам необходимы чтобы во-первых артисты поняли какая мира правды спектакль про армию и мы понимали что если будут говорить все на чеховском языке ну не может так потом постепенно мы от этого отказались потому что сам внутренняя напряженность и грубость такая возникла что уже нормальным русским языком было понятно что говорят это все по-разному поэтому опять вопрос вопрос это действует художественно или нет вот в картире иначе иначе в этот момент русский человек сказать не может и это и в этот момент не может я не испытываю никаких сомнений потому что я слежу на самом деле совсем за других когда это просто эксплуатируется когда как я понимаю что это тот шок которым хотят удивить обратить на себя внимание но меня это раздражает меня раздражает всегда когда бессмысленно вот я бы так сказал но у каждого уже свое смысленно и осмысленно поэтому это сложно что касается театра для кассы и для кассы я не спорю с Харитон ни в коем случае талантливый очень человек и мощный очень деятель театр но мне кажется что все равно это неправильное разделение мы тоже очень зависим от кассы и последнее время все больше потому что нас субсидирует государство если бы не субсидировало то бы мы конечно не выжили но как минимум на сорок если на пятьдесят процентов существования мы зарабатываем сами поэтому жизнь очень непроста на самом деле сколько заработать такая и будет зарплата а зарплата у артистов очень небольшая а у государства отведенное совсем маленькое это лучше называть цифр так вот наши спектакли кассуды ну опять не не зарекайся но пока не поставили ни одного вообще я в жизни не поставил ни одного спектакля просто для того чтобы пришел зритель купил билеты потому что название какое-нибудь сомнительное еще что-то нет и очень много из того что мы делаем нам говорят ну когда мы делали брать естественно ну кто будет смотреть восемь часов спектакля про советских колхозников это сегодня мы понимаем там братья и сестры русская деревня тогда это были советские колхозники но кто будет смотреть это в театре заставляли насильно там партийные органы ставить спектакль о деревне понимаете вот надо хотя бы один раз в три года поставить спектакль о деревне а тут восемь часов оказалось что один из самых кассовых спектаклей во всем мире мне кажется что надо делать то что тебе кажется правильным и надо быть самоуверенным в смысле мне все время кажется что театр недостаточно уверен в себе театр недостаточно себя уважает мне кажется что надо кого-то обслужить мне кажется что никого не надо обслуживать кроме себя даже искусство не надо обслуживать надо просто заниматься тем что тебе важно и интересно и без чего ты сегодня не можешь жить. Обязательно это станет важным и интересным для все больше и большего количества людей. Я очень боюсь и очень часто вижу, как, начав ставить что-то только для кассы, потом все труднее становится ставить что-то не для кассы. Если мы ставим пьесу под кроватник или еще что-то, а завтра Шекспира, то никогда под кроватник не дорастет до Шекспира, а вот Шекспир у нас может дорасти до кроватника, опуститься до кроватника очень легко. Поэтому компромиссы, если ты считаешь, никто не может сказать, что он делает искусство, занимается искусством, но если ты пытаешься все-таки что-то делать, что связано со скульптом, любой компромисс обязательно что-то в тебе разрушает. Поэтому я сегодня не спою с коридой, и могут как раз ставить спектакли кассовые, которые, на самом деле, он ставит очень честно. Ну, и потом, я сейчас могу сказать, что знаете, как бы сказать, искренний, хороший, новый спектакль, поставленный тобой совсем серьезный, но не вызывающий зрительского интереса, это все-таки, может быть, не самый удачный спектакль. Знаете, можно говорить, что зритель не дорос, а можно говорить, да, может, зритель часто не дорастает, но с другой стороны, можно говорить, что и театр не получился. Поэтому это сложное взаимоотношение. Как-то я проводил в Англии один семинар режиссерский, и мне все режиссеры жаловались, что это рабочий класс не ходит смотреть спектакль, а большинство левых художников и режиссеров на запах, для них хватит рабочих класса. Класс вот не ходят рабочие и смотрят наши спектакли. Ну, мы что-то говорили, говорили. А потом я пошел и посмотрел пару спектаклей с тем, что шли в этом городе, и я все сказал, я бы тоже на месте рабочих не хотел бы смотреть. А потом пошел, там, вновь есть клуб такой, клуб для рабочих. Ну, рабочий клуб, я иногда. И попросил туда отвезти, им туда ходили, и там так интересно. Там и в лото играют, и тут и ресторан, тут пивная, там поют песни сами рабочие, тут они друг друга разыгрывают какие-то встречи. Я думаю, ну, зачем же из этого интересного места идти смотреть? Умный, но скучный спектакль. Понимаете? Это вот сложно так, чтобы и умно, и не скучно. Немирович когда-то начинал репетиции, Немирович Данченко со слов «Чем будем удивлять?». Так вот, я думаю, и спектакль это тот же, чем сегодня меня удивят. Да! А, в догонку, вас что-нибудь удивляет, как зрителя? Или что последнее вас удивило, как зрителя из театра? Ну, вы знаете, я редко, честно говоря, последнее время редко бываю зрителем. Во-первых, потому что, ну, некогда, и как бы сказать, я всегда говорю, что чужому спектаклю всегда предпочитаешь, выбирая мир своей репетиции, и чужим спектаклем всегда делаешь предпочтение для своей репетиции. Но кое-что там я в последнее время видел, и очень многому удивился, честно скажу. Но почему удивился, и чему удивился, говорить не буду. Ну, честно говоря, я удивился тому, что это считается на сегодня самым главным, а я не понял, зачем это вообще существует, при том, что все похоже, и я видел еще в детской самодеятельности. Но, как бы сказать, но это не... А с другой стороны, меня удивляет, да, но очень немного. Меня удивляет до сих пор работа Питера Брумка, великого художника, которому же за 90 лет, и вот совсем недавно в Питер привозили его. Ну, маленький, час 10 идет спектакль, в котором почти нету света, почти нет никаких эффектов. Просто выходят люди, и что-то говорят для них такое важное, и происходит такой сеанс гипноза. Ты просто погружаешься туда, послушаешь, я... У меня в свое время на всю жизнь не видел лишнего сада того же Питера Брумка. Несколько лет назад я видел спектакль Мнушкина, великого французского режиссера, и тоже там много лет создателя театра Бессалей, такого вот студийного театра. Вот вдруг в характеристической Европе, в Риме, все-таки почти невозможно сегодня, вот такой, как бы сказать, компанийский театр, да, вдруг она уже много лет как водит театром компаний, театром, в котором люди долго-долго живут. Мало того, театр коммуна, они сами готовят, они не репетируют, они сами готовят себе обеды по очереди, они обедают вместе и так далее, и так далее. Все, чтобы быть, вот, как бы сказать, общей какой-то душой. У него были так эфемерности, мимолетности, ими самими сочиненные, по мотивам, как бы сказать, европейского быта, европейской истории. Восемь часов шел спектакль, и я не мог оторваться, это было очень мощное явление. Есть, удивляешься, ну, честно говоря, удивляешься в хорошем смысле, удивляешься все реже и реже. Ну, это, наверное, еще и просто потому, что, как говорит Фирс, живу давно, знаете, поэтому, ну, видел, видел многое. Мы вчера общались с Константином Райкиным, как-то редкая такая возможность, и вспомнили, конечно, его папу. И я говорю, понимаете, вот, ну, я видел Райкина, ну, что поделаешь, ну, теперь я никого смотреть не могу из этого, как бы сказать, ну, из этого рода искусства. Ну, и я виноват, что долго живу. Ну, я видел Райкина, ну, что я могу поделать. Понимаете, и это вот, я, понимаешь, для молодого никакого дешевле, но видел, увидел и живи дальше. Ну, видел, но мечтаю увидеть что-то, что-то непохожее этой мощи, этого качества. И когда я вдруг вижу что-то похожее, что-то мощи, я говорю, ой, я иногда про своих артистов говорю во время репетиции. Валерия Николаевича Галиндеева, главному соратнику, как всегда сидит. И я думаю, что он играет, как большой артист. А Валерия Николаевича, так уже есть большой артист, он так удивляешься. Ну, удивляешься, понимаете, когда в театре вдруг, пусть какой-то кусочек. Но артисти действительно играли, проживали. Ну, это вообще чудо. Понимаете, вообще, хороший спектакль, хорошо сыгранная роль, это абсолютно чудо. Я говорю, что средний спектакль – это очень хорошо. Посредственный спектакль – это очень прилично. А плохой – в общем норма. А хорошее, такое настоящее – это чудо, которое все равно непонятно еще складывается. Можно объяснять сколько угодно, как это все. И потом ничего. Я заканчиваю. Я видел, в свое время запомнил ребенка, чешский какой-то фокусник. Показывал фокус. Он делал бритву. Он делал бритву. А потом начинал объяснять, как эту бритву, как это он делает. Что-то было на телевидении, на небольшом, на крупном плане. Вот тут я закладываю туда, вот до этого. А вот тут я делаю вид, что кручил. И я еще молчишка говорю, ну зачем это рассказывать? Ну мне так сразу становится неинтересно и обидно. Вот он так минут десять объяснял. И вот так делают этот фокус все. А я просто, смотрите, беру и ям. Так вот, что просто есть – это загадка, которую мы с вами все время решаем. Да, вижу. Спасибо. Театр «Взгляд». На ваш взгляд, реплик. А нам ничего. Кто? Реплик. Чеховский. Чеховский. Вот как это у вас интересно вдруг. Интуиция сработала созвучная недавно. Обсуждал этот вопрос с одним человеком. своим соратником. Взошла речь о чайте, которую я когда-то ставил. Ну, видимо, тоже видимо на спектакль. Вот мы стали размышлять что-то. И вот я стал разным о том, что кто же… Есть ли в этой пьесе действительно художник? Потому что Тригорин все-таки литератор. Вот чехов называют литератором, да? Вот реплик вроде несет инновацию, вроде он, как же, сам очень профессионал. Но почему-то, начав так революционно, он продолжает в шемене, в революционном шемене, почему-то… Ну, я сейчас выдаю мысли, как лучше бы сохранить здесь спектакль. Но просто я не уверен, что до него доживу, а что может быть и не талантлив. И вообще, кто талантлив в… Раньше я считал, что, прежде всего, Аркадина. Я сказал, что настоящая актриса. В отличие от общего мнения, вот, вообще-то, обычно, она немножко каботинка такая, как бы сказать, да? И так, в последнее время играет. А участник, кажется, может быть единственным к настоящему талантливым человеком – это мир. Который все-таки заканчивает тем, что… Я чайка, да, то есть убитая им, существо, я чайка. Нет, нет, не только. Я актрис. Так, сейчас поедет из третьего класса, с официально, там, где-то на сцене. Я знаю, как видеться, я знаю. Мужчинство в детстве живет. Вот, вдруг случат… Обычно это не такие поэтические, поэтический монолог, а вообще-то, вдруг, очень конкретно. Это человек ищет уже не славу, человек ищет чего-то другого, он есть третьего класса, но он хочет проходить на сцену, потому что он что-то понимает, стал понимать про сцену. Вот, вдруг, это такая одна из последних, из последних, ну не последних, из крайних мыслей, которая приходила в голову, так что очень интересно. А почему вас это интересует? Я хотела услышать ваш взгляд. Нет, я понимаю, но у вас, значит, есть проблемы по этому поводу? Проблемы. А? Нету? А я-то думал, что у меня сейчас долго поговорили на эту тему, да? Спасибо большое, что спросили у меня. Да? Микрофон, наверное, надо, да? Я тут за всю галерку, у нас уже вот так к нам обратились. Ну, вы уже знаете, что это девятый фестиваль, и так какая традиция у организаторов приглашать и европейские коллективы, и российские, и мы вот смотрим эти спектакли и замечаем разницу. Может быть, в европейских группах больше визуального, ну, потому что язык другой, и больше текста в русских театрах, в театральных представлениях. Ну, вот как вы думаете, что вот, какая разница, может быть, есть между, условно говоря, европейским театром и российским, где-то, может быть, они нас опережают, или что-то мы больше сохраняем. То есть, может быть, они фиберальными представителями. Как это? Вы знаете, спасибо за вопрос. Опять, как всегда, сложный вопрос, потому что я не очень понимаю, что такое наш русский театр, и не очень понимаю, что такое их европейский театр. Потому что европейский театр очень разный. Другое дело, что круг фестивальных спектаклей, он примерно один и тот же. Примерно по всем фестивалям возит что-то, что считается новаторским сегодня, модным и так далее. А поскольку мода всегда что-то диктует похожее, то, значит, возникает что-то похожее. Русский театр настолько разнообразный и разный, что является подлинной ценностью и русского и европейского театра. Очень сложно определить. Но на мой взгляд, есть главная ценность вообще мирового театра. Это насколько он про людей, и насколько он имеет отношение к людям, и насколько он для людей. Потому что театр абсолютно особенное искусство, он рождается, театр, да, каждый раз заново. Вот те, кто видел первые братья и сестры, в субботу, которые были, они видели не совсем тот спектакль, который видели люди в воскресенье. Не изменилась ни метан-сцена, ни музыка, но целый ряд внутренних движений был прожить совсем не так. И если вот так, как, знаете, как иногда слушаешь музыку в исполнении великих музыкантов, это совсем другая музыка. И он был на концерте Леория Соколова, и он и сыграл, написал что-то, и я не понимаю, что это такое, никак не могу понять, что это такое. Спрашиваю, что у него музыкальный момент. Я знаю, что Донеска у него музыкальный момент. Я знаю музыкальный момент, но это не знакомая музыка. Он так это сыграл, что это стало абсолютно не знакомой музыкой. Поэтому я бы не очень видел. Да, сегодня визуальный, условно говоря, визуальный театр более моден, чем среди тех, кто делает театр. Более моден, потому что кажется, что поскольку открылись новые технологии, то надо их обязательно использовать, 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 использовать. И мне кажется, с одной стороны, это бывает эффектно, с другой стороны, это опасно, потому что лишает театра его собственного языка. Все-таки главное в театре – это живой человек, его живой голос, его глаза. Да, мы же в жизни почти уже отвыкли слушать живой голос, да? Мы слушаем то телевизор, где орут, то даже я сейчас говорю по микрофону. Мы ужасно не будем говорить через микрофон, но меня убеждают, что не будет слышно. Хотя я постарался говорить, было бы слышно на самом деле. Я говорю, что даже Владимир Владимирович выступает вроде, да, а за ним огромный экран, где он крупный план. Значит, на самом Владимир Владимирович я не смотрю, я смотрю на его изображение. А живой человек изображение – это совсем разные, разные вещи. И голоса я его не слышу, я слышу децибелы, децибелы усилители, понимаете? И это опять совсем разное. Мы в жизни так мало общаемся на ходу, по телефону. Вот я вспомню, мы по телефону говорим гораздо чаще другим человеком, чем говорим вот так. Когда, наверное, вижу, сидят на скамейке молодые девушки, но явно, так сказать, ерически сидят. И они сидят, и другими они переписываются, так понятно, или друг с другом. Они говорят, ну, пусть они бросили и поцелуйтесь. Наверное, они потом бросили и поцелуются. Но, сколько же не сказано, остается вот так. Мы отвыкаем видеть серьезно в глазах другого. А театр дает эту возможность много услышать просто человеческую жизнь. Услышать человеческий шепот, ухрызть человеческий преподцов. Поэтому, когда я вижу, что играют с этими, как бы с этими крюками микрофонами, и немножко, как-то, аж ошелевая, потому что, зачем? Так что, мне кажется, что можно использовать все. Вопрос только не потерять главное. Поэтому, я думаю, что сегодняшнее увлечение визуальностью – это временная история. И, в то же время, в чем-то опасная история. Потому что мы таким образом, как ни странно, с помощью новейших технологий архаизируемся. Потому что архаика – это способ общения визуальными образами. Люди не писали друг другу книги, они делали наскальные рисунки. И, таким образом, друг с другом разговаривают. Вот немножко вернуться с помощью высочайшей технологии к наскальному мышлению – это опасно. Вообще, мне кажется, что технология, я уже с этого начал, мне кажется, приносит огромные изменения в нашей жизни и позитивные, и опасные. Потому что они замещают часто наш мозг, наши естественные способности, вообще успокаивают нас. И так все получится. Ты нажмешь кнопку, если умные, часы умные, очки умные, тюк, умные – это… А кто остается в другом? Только тот, кто всем этим пользуется. И это вот опасно. Я сейчас не анти… Я не про анти-прогресс. Я просто то, что в этом всегда есть своя проблема. И к этой проблеме надо относиться очень серьезно и настороженно. Но все равно, такой театр, какой сегодня, значит, если это звездосветит, значит, это кому-нибудь нужно. Так вот, если такой театр сегодня существует, значит, почему-либо это нужно, надо и это пройти, и дальше куда-то пойти. А может быть, когда-то Луначарский, не самый мой любимый экземпляр, но все-таки один из лучших, из этой компании довольно-навандельской, он выдал воздух назад, вперед к Островскому. Понимаете, может быть, и так можно сформулировать. Весь мир сегодня, в отличие от России, театрально, ну, европейского театра, то есть, на американского, на европейского, на японского, все время говорит о Станиславском. И только мы в России стесняемся все время говорить о Станиславском, потому что мне кажется, что это что-то такое, какое-то давно минувшее прошлое, которое неловко вспоминает. Весь мир сегодня снова и снова, говорит о Станиславском, снова и снова пытается понять, что же это такое, что же это такое живой театр. И нехорошо хвастаться, но вот мы жизнь и судьбу, которую играли здесь, прошлым летом играли в Лондоне, мы сыграли 14 спектаклей подряд в эстенге в одном из будущих театров Лондона. 14 спектаклей подряд, как-то еще две недели. Замечательно смотрят зрители. Ну, конечно, здесь часть русского, но такого количества русского зрителей нет. Большая часть англоязычная, замечательно смотрят. И они перестают смотреть про какую-то русскую жизнь. Они смотрят про свою жизнь. И, скажем, там сегодня тоже играют с подзвучкой, и с микрофоном, и с подзвучкой. Я сказал, что мы не будем играть с подзвучкой. И продюсеры жутко волновались, они говорят, что зритель не будет слушать. Он не привык, он привык, что громко. Я говорю, ну, не будет, ну что поделать. Иди сюда, говорю, первые пять минут, будет напряжение, удивление. Потому что все думают, что что-то не испортилось. А потом потихоньку понимаем. И оказывается, что все слышно. У нашего уха, так как у нашего мозга, гораздо больше возможностей. Мы их не используем. И люди погружаются, и вполне все понимают. Так что, тут все развивается. А мы будем тихо сидеть, смотреть. Что-то учитывать, что-то не учитывать. Да? Да, пожалуйста. Глеб Абрамович, расскажите вкратце о сверхзадаче спектакля «Вишневый сам». И вы, как постановщик этого спектакля, как вы считаете, ваша сверхзадача, как режиссер-постановщик, совпала со сверхзадачей автора, Антона Павлович Чехова? Чехов, конечно, бесконечен. И современен, и актуален. Он как бы за усадьбы, за нераспад. А там как в вашем спектакле, в конце, в финальном событии, все продается. Ради чего, как бы поставили, поставили. Если было бы больше времени, я бы вас спросил сначала. А как вам кажется? Гнижку купите. Ну, два слова, как вам показалось. Про спектакль, да. Извини, просто очень интересно. Здесь фактор времени, наверное. Потому что пьес написано век назад, даже больше. А сейчас все, так сказать, у нас можно купить, продать. Вот. В этом, это поникатильное явление нашей жизни. Понятно. Ну, вы знаете, я... Вынушли, что я сказал, что нет, я ставил не по Чехову, а против Чехова. Было бы с моей стороны глупо. Поэтому, конечно, скажу, что абсолютно, на мой взгляд, мы пытались понять Чехова, потому что, мне кажется, что самое главное, Чехов, кроме того, что он великий драматург, он великий пророк, как всякий большой художник. Понимаете? И вот за 14 лет до революции он, по сути, написал трагедию двух уходящих классов. Одного уходящего класса, ну, так, если говорить о дворянстве и активно идущего на смену, вроде бы, бизнесу, да, ну, скажем так, сегодняшний день. Но, если его увидеть, он пишет, он все время утверждал, кстати, что главный герой его истории Лопачин. Потому что он считал, что это самая драматическая фигура. Почему, на мой взгляд? Потому что, вот он, сметая предыдущие, считая, что делает доброе дело, он делает это не просто ровенье, когда он говорит, мы построим дачу, и будет, и дать, и дать, и будет новая счастливая жизнь. Он в это верит. А через 13 лет придет, и он это приближает, то время, когда придет революция, и смахнет и Раневского, и Лопахина. И поэтому у нас кончаются вот эти, тенями идущие на расстрел персонажей, я не знаю, в этом белом белье так как расстреливали. Но это вроде может быть чуть-чуть иллюстративно, но, с другой стороны, мне хотелось протянуть историю туда далеко. Весь ужас в том, что в истории всегда борются вроде кровавые две силы, а побеждает в результате какая-то третья, которая сметает и одну, и другую. И вот это самое страшное, и самое трагичное. Поэтому, нет, не все продается. Мне как раз кажется, что наши Раневские, наш Гаев, они ничему не уступают. Хотя они в городе уходят, неся с собой этот фильм об их жизни, они ничего не уступили, они ничего не продали, потому что... Не потому что они такие герои, а потому что они не могли это сделать. Это часть жизни. Нельзя часть жизни своей продать. А тот не мог не взять, потому что это часть его жизни. Он был рабом. В этом месте он был никто. И сегодня стать кем-то, это, конечно, самоосуществиться. Но опасно так самоосуществляясь, вдруг ты призываешь более страшные силы, которые сметают и тебя. Вот в этом, мне кажется, вот это то, что я понял недавно, когда начал заниматься, снова был пишнём в самый век, что это замечательная современная пьеса, но что это великая историческая пьеса. Она очень много говорит и о русской истории, и об истории вообще. А поскольку мы сейчас переживаем какой-то новый виток истории, мы можем этого не замечать. Нам кажется, мы пережили все витки в 80-х, 90-х годах. На самом деле мы продолжаем довольно быстро переживать новые и новые витки. Мне кажется, сегодня для меня это было самой современной историей. И поэтому позволили себе какие-то вольности, и мальвей, и полусовременное пальто, и изолюблющие шерсти. Хотя на самом деле моды ужасно близки на самом деле. Если вот так разглядеть, все это все время повторяется. Это всегда хочется одеть так, как можно было и так, вроде и когда-то, и ко всему. А сейчас, если вы поглядите, вдруг кто-то ходит в длинном пиджаке, то еще так. Так что вот, что... Ну, я не церковь задачи, я боюсь этого слова, боюсь любых терминологических слов. Но вот, что нам и двигало, о чем было интересно рассказать, и что, мне кажется, зритель слышит. И поскольку мы на мягкие фильме в трансляции этого не очень почувствуешь, поскольку действие происходит практически в зрительном зале, а у нас маленький, довольно старый театр, то когда мы говорим, что все это надо сломать, разломать в чем-то, с первой матери, то у зрителя еще не что-то говорится и про этот театр, и про его дом, в котором он уже... У нас кресла, такие же, как... также обтянуты иными чехлами, как и мебель на сцене. Так что зритель, как бы часть, становится этого дома. и когда забирают, то забирают двери зрительного зала. И когда Фирс пытается их открыть, а они заперты, хотелось, чтобы зритель немножко вдруг понял, что он заперт наедине с Фирсом. Ну, это такое, как бы сказать, конечно, легкая попытка вызвать, но тем не менее вызвать чувства. Но грубых и не надо. Но, мне кажется, зрители испытывают, потому что он об этом говорит. А когда мы играли в Московском художественном театре, то там как-то... Во-первых, артисты волновались по-особому, то там как-то особо это приобретало смысл. Во-первых, это там, где первый раз играли в Лишневый сад и где веют те, те, того, того Раневского, того... И вот этот дом надо снести, он старый, его уже... Это какой-то еще смысл обретало волнующе, скажем так. Так что, вообще, мне кажется, что, конечно, есть три великих театра в истории человечества. Это античная трагедия, это Шекспир, Шекспирский театр и это Человский театр. И, мне кажется, с этим сегодня согласны... Может, так не формулируют буквально, но сегодня, если это скажешь, с ним согласятся все в мире, во всем мире. Нет более старого драматурга, не русского были старого, а вообще более старого, чем Чехов. Мы привезли три сестры в Вашингтон два года назад и мы были привезли в Креп где-то, да, в апрель, в мае, и мы были пятыми тремя сестрами в Вашингтоне в этом сезоне. То есть, три поставили местные театры, два поставили местные театры, два привозили гастролёв. Мы были третьим гастролёвом. Я подумал, боже мой, кому нужны теперь эти три сестры несчастные? Нет, мы играли в центре Кеннеди в огромном зале. Нет, нужны. Понимаете? И люди понимают, что разные совсем спектакли, и много людей, которые видели те спектакли, и это. Так что, мы даже не представляем, насколько наша литература на самом деле не наша литература. Наше искусство не наше искусство, оно действительно достояние Европы, мира. И значит, мы часть мира, часть Европы и достояние мира. Поэтому, мне кажется, когда мы отделяемся, мы себя ужасно и противопоставляем миру, мы себя ужасно этим унижаем. На самом деле, мы, как бы сказать, участники соли мира, как и все остальные. Вот, если есть еще какие-нибудь вопросы, может, на этом... А что с вашим новым зданием? Ничего хорошего, даже комментировать все него. Все, что всегда происходит в строительстве нового, в родных наших просадурах. Если космодром Восточный до сих пор не построен, то что, говорит, про нового гермаркетического депута. Детский депутат. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...